Мухаммеджан Тенышпаев, депутат Второй Государственной Думы Российской империи от Семереченской области. Как приходят в депутаты? Кто и как, по какой причине принимает это решение и делает такой внутренний выбор, что он хочет стать депутатом Государственной Думы? Этот вопрос очень сложный. Но я думаю, что человек этот, когда шёл на избирательный участок и принимал участие в выборах, и вся будущая его биография нам об этом скажет, он прежде всего хотел совершенно искренне и вот с каким-то таким, наверное, даже душевным надрывом. И вы поймёте, почему мы будем об этом говорить. Он хотел чести и процветания собственному народу. Это очень дорогого стоит. Маленький Мухаммеджан Мухаммеджан родился в семье совершенно простого скотовода. Семья была небогатой. И мальчик по традиции получил начальное образование у местного мулы. Но родителям, несмотря на то, что они были простые люди, показалось этого мало. И они отдали мальчика на обучение в Вернинскую гимназию, в Вернинскую мужскую гимназию. Город Верный – это город, который в советское время был столицей Казахской ССР, назывался Алма-Ата, а ныне это город Алма-Аты, республики Казахстан. Так вот, директор гимназии просто блестяще оценивал, отзывался о маленьком Тенешпаеве, говоря о том, что в мальчике виден вполне очевидный потенциал. Потенциал, который был у мальчика, получил своё продолжение и развитие. Он закончил с золотой медалью в Вернинскую гимназию и мечтал поступить на исторический факультет Петербургского университета. Об этом он потом будет писать в своих воспоминаниях. Но он был, так сказать, вовлечён в спор со своими одноклассниками, которые сказали, что ты не сможешь поступить в Петербургский инженер в пути сообщения. А на тот момент это был один из самых престижных вузов империи, и поступить туда было очень непросто. И Мухаммеджан сказал, я поступлю. И поступил. И не просто поступил, он окончил этот вуз, стал инженером-железнодорожником. И, в общем-то, на протяжении всей своей жизни эта специальность была с ним, и он работал инженером. Что касается пристрастия к исторической науке, Тенешпаев не оставит и эту свою мечту, потому что также по прошествию энного количества времени он напишет несколько исторических работ. Среди них будут генеалогические таблицы к материалам по истории казах-киргизского народа, которые будут изданы в Ташкенте в 1925 году, уже в советское время. Петербургский период полностью меняет миросознание, мироощущение молодого Тенешпаева. Еще в годы учебы он вступил в партию социалистов-революционеров и сотрудничал с целым рядом либеральных изданий, не только петербургских, но и туркестанских. Это был «Сын Отечества», «Речь», «Радикал», «Русский Туркестан». И в этих газетах он писал о негативных последствиях для казахского населения, массового переселения крестьян из центральных районов России и о отрицательных последствиях перехода к оседлому образу жизни кочевников. А надо сказать, что этот период времени как раз совпадает с этим процессом так называемого переселения в Азиатскую Россию и Столыпинской аграрной реформой, которая последует за этим процессом. И правительство все сильнее создавало условия для того, чтобы кочевое население империи начинало переходить к оседлости. Но Тенышпаев понимал, что какой-то радикализм в двух этих вопросах очень опасен и может иметь целый ряд негативных последствий. И об этом он уже в конце 19-го, начале 20-го века он будет писать очень откровенно. Тенышпаев Тенышпаев Исеровского союза автономистов-федералистов в Ашхабаде это Закаспийская область Туркестанского генерал-губернаторства сейчас это Республика Туркмения и в Ташкенте. И на Первом съезде союза он выступил с докладом, который назывался «Казахи и освободительное движение». Как я уже сказала, он избирается депутатом Второй Государственной Думы от Семереченской области, он ходил, симпатизировал кадетам, но Дума просуществовала очень недолго. 3 июня 1907 года она была распущена, был издан новый избирательный закон, по которому Туркестан лишался представительства в этом законодательном органе власти. И Мухаммеджан возвращается из Петербурга, но возвращается не в родное Семеречие, а вернулся он в Самарканд. Таниславев очень много сделал для строительства железных дорог в Туркестане. Мы с вами помним, что он был инженером-путейцем. Работал он на строительстве некоторых участков Среднеазиатской железной дороги, а с 1914 года он становится начальником участка на строительстве Семереченской железной дороги. Он будет членом Туркестанского комитета инженеров путей сообщения, это будет такая общественная организация, которая будет объединять в Туркестане путейцев. Как инженер-путейщик он встретил 1916 год восстания в Степном крае Семеречья. Он принял участие в этом восстании и был арестован в 1916 году. Но после объятия, объявленной Временным правительством, в 1917 году его отпустили, следственное дело было прекращено, и уже буквально спустя несколько недель Таниславев становится членом Туркестанского комитета и даже комиссаром Временного правительства по Семереченской области. 25 апреля 1917 года он направлен в родное Семеречье для урегулирования проблем, возникших в связи с восстанием 16-го года, поскольку отношение, обстановка между казахским, киргизским, переселенческим, европейским населением, семереченскими казаками, дунганами, уйгурами, которые проживали в Семеречье. Вот эти конфликты, которые породило восстание, их здесь было очень много, и урегулировать эти проблемы как раз должен был комиссар Временного правительства Танышпаев. И опираясь на свой авторитет среди коренных жителей Семеречья, он предпринял попытки урегулировать эти конфликты в ряде уездов Семереченской области. Но, к сожалению, его деятельность на посту комиссара Временного правительства будет не столь продолжительной. И уже в мае 17-го года, участвуя в совещании по вопросам расследования возвращения бежавшего семереченского населения в Китай, и не найдя со стороны Временного правительства должного понимания, Танышпаев покинет состав Туркестанского комитета Временного правительства, несмотря на то, что он, как я уже сказала, попытался предпринять целый ряд шагов, которые должны были ситуацию стабилизировать, и в том числе он предложил выплачивать компенсации пострадавшим в результате этого восстания. Бывший туркестанский генерал-губернатор, последний генерал-губернатор Туркестана Куропаткин, уже не являясь таковым, весной 1917 года в своих дневниках напишет о Танышпаеве. Инженер Танышпаев, киргизский патриот и очень разумный деятель. Вот эту фразу Куропаткин напишет о Танышпаеве, говоря о том, что существовала идея, которая, как казалось, могла урегулировать ситуацию в регионе, это идея разделить население отдельно, в отдельный уезд собрать все европейское пришлое население Туркестана, в другом уезде, на Рынском, Семерической области собрать все коренное население, казахское и киргизское. Между ними должен был выставить такой своеобразный военный кордон, который не позволял бы проявлением взаимной мести дальше дестабилизировать ситуацию. И это был такой план Куропаткина, который, как мы с вами понимаем, он обсуждал в том числе с Танышпаевым. И Танышпаев полностью одобрил и поддержал эту идею, но его деятельность в Комитете Временного правительства к сожалению была прекращена. В середине августа 1917 года в знак протеста против решения Туркестанского комитета Временного правительства направить в Семеречье карательную экспедицию он считал возможным, вернее не посчитал, возможным далее продолжать работать в этом комитете. И он напишет следующие строки «Ваша экспедиция обострит русско-киргизские отношения и испортит нашу работу», написал он в этой докладной записке. В октябре 1917 года Танышпаев выдвигается кандидатом в члены учредительного собрания. Это будет еще одна такая попытка парламентской деятельности Танышпаева. Ну, как мы с вами знаем, в общем, судьба учредительного собрания тоже была очень краткой и непродолжительной. И резко осудив вжженное восстание в Петрограде, Танышпаев не принял октябрьские события, октябрьские и ноябрьские события, ни в Петрограде, ни в Ташкенте. На четвертом чрезвычайном краевом съезде мусульман, который состоялся 26-29 ноября 1917 года, он был избран премьер-министром туркестанской автономии, которая еще называется Коканской автономией, по месту проведения этого съезда города Коканга в Ферганской области. Позднее в этом правительстве, во втором составе этого правительства, он будет занимать пост министра внутренних дел. Но туркестанская автономия просуществует тоже недолго, до февраля 1918 года, и после ее разгрома Танышпаев вернется опять в родное Семеречь. Это вот такой очень интересный момент. У человека была возможность остаться в Петрограде, и очень многие его соотечественники воспользуются этой возможностью. А вот Танышпаев все время возвращался домой. И вот мне как исследователю, просто по-человечески, очень импонирует эта часть его биографии. Вы поймете почему, потому что и в дальнейшем, уже в рамках советского государства и советского Казахстана у Танышпаева проявится вот эта его такая любовь к родине, он не покинет ее, не эмигрирует после разгрома Коканской автономии. И он вернется опять к себе домой. Коканской автономии. Ему уже не первый раз приходилось начинать все заново, поэтому в декабре 1918 года он едет в Оренбург на второй всеказахский съезд, на котором он был избран членом всеказахского народного совета Аллаш-Орда. В 1919 году он перешел на сторону советской власти. Я бы не взяла на себя какую-то такую смелость как-то осудить или критиковать решение этого человека, вот такое решение. Мне кажется, что для этого мы недостаточно еще понимаем и можем прочувствовать вот ту ситуацию, тот момент и погрузиться в него до конца, в каком находились эти люди, проживая именно тот исторический период. О последних годах его жизни в литературе существуют очень противоречивые свидетельства, существуют его воспоминания, существуют воспоминания его сына. По одной из версий 22 апреля 1932 года Тенешпаева неожиданно арестовывают и ссылают в город Воронеж. Но по воспоминаниям младшего сына, его арестовывают 3 августа 1930 года. То есть вот все-таки два года разницы это очень много. Причем арестовывают не просто так, а по обвинению в антисоветской деятельности. И он был приговорен тогда, как пишет сын, к пяти годам лагерей с заменой высылки в Центрально-Черноземную область. Это так раньше называлась Воронежская область Современной Российской Федерации. В Воронеже Тенешпаев также не сидит без дела. Он руководит группой производственно-технического отдела управлением железной дороги Москва-Донбасс. И после окончания Воронежской ссылки Тенешпаев с семьей перебирается в Ташкент. Затем в Алма-Ату. Но в Алма-Ату, это было желание уехать в Алма-Ату, ему все-таки уехать не разрешают, и он остается в Ташкенте. В Ташкенте он долго и много времени тратит на то, чтобы вот как найти опять себя, просто найти работу, потому что семье нужно было жить, нужны были деньги. И семья жила на квартире его старшей дочери от первого брака и, в общем-то, жила очень небогато, если не сказать, что очень сложно. В конце 1936 года Тенешпаев получает работу, опять же, как железнодорожник на строительстве железной дороги Кандагач-Гурьев и уже теперь уезжает из Ташкента. В 1937 году его опять арестовывают. И опять мы здесь имеем с вами разные данные, разные сведения о том, как это произошло, на какой срок и чем это закончилось. Источники расходятся в определении даты смерти Мухаммеджана Тенешпаева. Одни годом смерти называют 1937 год, другие аж 1944, говоря, что все это время он проводил в тюрьмах. По одной из версий он умер 3 июля 1939 года в тюремной больнице. Во всяком случае именно эта дата указана в письме, полученном его младшим сыном, как некое такое официальное заключение. А семья получила это заключение 12 декабря 1969 года и, по-видимому, именно так было и зафиксировано в официальных документах. Сын считает, что, опять же, ссылаясь на источники заслуживающие доверия, что Мухаммеджан Тенешпаев был отравлен в этой самой тюрьме. И так как к этому времени он уже был человеком немолодым и были болезни, которые его мучили, вот именно в тюремной камень произошла эта мучительная смерть. 28 февраля 1958 года Верховным судом Казахской ССР Мухаммеджан Тенешпаев был реабилитирован, ему было возвращено честное имя. В общем, это честное имя, его восстановление, это, конечно, всегда очень важно для любого человека, для любой семьи, даже если этого человека уже нет в живых. И вот здесь мне хотелось бы сказать, у этого человека была возможность покинуть страну, эмигрировать, не принять власть. И где-то там, в общем, будучи очень далеко, писать какие-то научные труды и рассказывать о том, как всё неправильно теперь в советском государстве развивается. Но этот человек принимает решение, которое я лично очень уважаю. Он остаётся на родине, и он приносит пользу своему народу. И это, наверное, самое главное, за что мы сегодня имеем такую возможность и повод вспомнить этого человека и рассказать о его очень интересной и очень непростой биографии, но которая достойна всяческого, то есть человеческого уважения.